Hello everyone, Kat Kenneth here. Давайте сегодня поговорим о нюансах. О нюансах будем говорить, которые создаются с помощью предлогов, которые все любят, я точно знаю. Например, очень распространенное выражение in time и on time. Очень часто их путают, хотя они имеют, по-русски в принципе приводятся оба как вовремя, но имеют довольно разное значение, есть там нюанс. Когда что-то происходит in time, не привязано ко времени, к какому-то конкретному. In time вообще означает чуть-чуть пораньше, заранее, чуть-чуть до, вовремя для того, чтобы успеть что-то сделать. Например, I came to work in time for a meeting. Я пришла на работу как раз вовремя, до собрания, или успела как раз на собрание. On time как раз означает четенько на часах время расписания. The plane took off on time. Означает, что вот он был по расписанию в 9 часов должен был залететь, вот в 9 он и взлетел. Можно привести одинаковый пример, на котором будет очень видна разница. Например, кто-нибудь забегает в комнату и говорит Я опоздал? Не-не-не, ты как раз вовремя, чтобы успеть с нами выпить, перед тем, как к нам уходить. Вот такая разница. То есть on time четко привязано к конкретному времени по расписанию, in time немножко до, чтобы успеть что-то сделать, как правило, до какого-то события. Похожая история с in the end и at the end. In the end это в конце концов, в итоге. Можно синоним перевести finally. We made up in the end. Мы в итоге помирились, например. At the end означает в конце чего-то. I've been watching this movie and it got really boring at the end. Я вот это смотрела кино и к концу оно стало очень скучным. То есть at the end конец чего-то. In the end в итоге, в конце концов, наконец-то. Вот так переводим. For now или by now. Очень большая разница. For now означает пока. Пока пойдет. Вот на настоящий момент нормас. Вот так переводим. By now это к настоящему моменту, к этому времени. Пример можно сделать такой. It's not ideal, but it's okay for now. Не идеально, но вот пока пойдет, нормально. Или by now, пример. She should be here by now. Она уже должна быть здесь. Где она? Что? Что? Как? Что происходит? Очень похожая история с for the moment и for a moment. Вот это вообще такой нюанс. Тут все предлоги, все слова одинаковые, только артикль разный. Это меняет значение. For the moment и for now это синонимы. Вот так можете для себя уяснить. Заучить их сразу вместе. For now и for the moment означает пока пойдет. Тот же самый пример. It's not ideal, but it's okay for the moment. Или it's okay for now. Одинаковое значение, фразы-синонимы. А вот for a moment означает на минуточку, ненадолго. Let me think about it for a moment. Дай-ка я об этом немножечко подумаю. Или can I speak with you? Can I speak to you for a moment? Можно я с тобой поговорю? Быстренько, ненадолго, на минуточку. Вот это for a moment. Да, такой очень маленький нюанс на самом деле. И, наверное, будете путать поначалу. Но если заучить, то нормально. И еще есть такие фразы, как for sale и on sale. Они на самом деле очень близки по значению. Но опять же, так как говорим про нюансы, то здесь тоже есть нюанс. Когда что-то for sale, вы просто констатируете факт, что это можно купить. Все видели в фильмах вот эту табличку рядом с домом for sale. Значает, что дом продается. Можно очень пафосную фразу здесь использовать. My soul is not for sale. Моя душа не продается. А вот on sale – это когда что-то поступило в продажу. Или что-то на распродаже. Можно купить со скидкой. Например, November issue is already on sale. Новогодний, ноябрьский номер, журнала, допустим, уже в продаже. Вот здесь вот on sale как раз. Или Эта модель пока еще не поступила в продажу, но будет в следующем году. Или, например, если говорим про скидки, то То есть, несмотря на то, что, казалось бы, они звучат, вот эти вот все фразы с нюансами, очень похожи и близко друг к другу, это важно, потому что вот один маленький предлог или один маленький артикль может поменять все значения. Если придумаете еще какие-то фразы, на тему которых у вас будут вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием на все отвечу и до новых встреч!